Эта новейшая модель «Авангард» совсем недавно поступила в Севастополь. Прошла необходимую обкатку и теперь ходит по маршруту номер 12. За рулем – победитель конкурса за звание лучшего водителя троллейбуса на предприятии «Севэлектроавтотранс». 20 ноября в нашей стране впервые отмечается День работника транспорта. Профессиональный праздник – не повод брать выходной. Тем более, когда трудовая деятельность доставляет только радость, а заодно является любимым хобби. Нравится людей возить, когда тебя ждут. И ты ждешь людей, когда они идут к тебе. Как-то ехали у меня с кондуктором девочкой, и вот мужчина зашел и подарил ей большой букет цветов. Просто так. Тоже было приятно. В ГУП «Севэлектроавтотранс» имени Александра Сергеевича Крупадерова – серьезные требования к подготовке водителей. Кандидаты изучают не только правила дорожного движения и устройства троллейбуса, но и разделы современной психологии и даже элементы этикета. Большую часть водителей троллейбуса мы воспитываем сами. У нас работает учебный пункт, в котором мы готовим водителей троллейбусов именно по данной специальности. Подготовка длительная, курсы порядка полугода. После этого еще в районе двух месяцев стажировка на маршруте. Только после этого люди выходят в самостоятельной работе. Длительная и качественная подготовка водителей соответствующим образом сказывается на качестве обслуживания населения. Я езжу часто, каждый день. И троллейбусы очень люблю. Мне очень нравится на троллейбусы. Комфортно. Летом прохладненько. Ну, очень мне нравится троллейбус. Больше, чем другой троллейбус. А этот молодой человек в белой рубашке, как настоящий стюарт, готовит свой автобус к выходу на маршрут. Антон Геннадьевич также является лучшим водителем на предприятии Севэлектроавтотранс. Только не троллейбуса, а автобуса. Мне нравится работа с людьми. Мне нравятся сами дорожные обстановки, транспорт, автобусы большие. Я люблю водить. Я обожаю. И мне доставляет удовольствие, что я выхожу, утром везу людей на работу. Они спешат. Я им помогаю в своей сфере. Они в своей улыбаются. В конкурсе за звание лучшего водителя автобуса молодой человек показал максимальный результат в профессиональном мастерстве, знании правил дорожного движения и, самое главное, в стрессоустойчивости. Ведь многие севастопольцы высказывают претензии к работе общественного транспорта именно водителям. Почему вы закругаетесь? Расписание не соблюдаю. Какое здесь расписание? Я 22 года живу на авосьбазе. 22 года. Вот это нервы мотаем из этих автобусов. Обновление автопарка, переобучение водителей и повышение их квалификаций за счёт участия в конкурсах профессионального мастерства постепенно меняют ситуацию в лучшую сторону. Многие севастопольцы отмечают, что езда в общественном транспорте стала намного удобнее. По утрам бывает тяжело, людей много. А так, большие автобусы намного комфортнее, чем топики, которые раньше были. 20 ноября в нашей стране впервые отмечается День работника транспорта. Указ о введении летом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Телеканал НТС присоединяется ко всем поздравлениям и желает севастопольским водителям ещё большего мастерства и профессионализма. Ведь от этого зависит комфорт и безопасность пассажиров. Николай Кузнецов, Юрий Риутин, Севинформбюро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова